добрый день в эфире программа медикум как всегда только самая полезная информация для вашего здоровья сегодня в выпуске вы узнаете может ли бесплатная медицина быть эффективной и качественной как оградить себя и своих близких от сахарного диабета и что такое хоббл и как же с ним бороться советское наследие живо во всем в том числе и в здравоохранении но переход от строительства коммунизма к свободному если так можно сказать о сегодняшней россии рынку прошел совсем не безболезненно действительно многое из того что раньше было бесплатно теперь за деньги и ценник зачастую расстраивает почти всех ну а лабораторных исследованиях скажем простой общий анализ крови от 300 рублей а вот работа с днк или генотипирование вируса по нескольку тысяч ну и вдобавок еще конечно же различного рода процедуры кардиограмма узи слову где взять средства для того чтобы иметь хорошее здоровье погоди-ка азамат а для чего нам в таком случае полис обязательного медицинского страхования вот в этом мы сейчас с тобой и будем разбираться вместе с нашими телезрителями а поможет нам в этом руководитель территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения давыдова ольга ивановна добрый день ольга ивановна добрый день мы рады очень видеть вас в нашей студии я думаю что на многие вопросы которые возникают у населения вы как раз таки именно тот человек тот специалист который может дать правильный ответ сейчас население в целом очень стремится быть юридически подкованным особенно все что касается оказание медицинской помощи и оказание медицинской помощи бесплатной в частности и все мы знаем что в соответствии с конституцией российской федерации существует программа государственных гарантий при оказании медицинской помощи и вот какие виды медицинской помощи в соответствии с этой программой должны оказываться бесплатно. Спасибо. Значит, программа государственных гарантий, она действительно утверждается ежегодно правительством Российской Федерации. На основании этой программы утверждается республиканская программа государственных гарантий. И эта программа утверждена у нас в республике. Что она гарантирует? Какие виды медицинской помощи? Вот вам это интересно, я вам расскажу. Значит, в первую очередь, это первичная медико-санитарная помощь, та, которая оказывается в наших поликлиниках. Она оказывается врачами-специалистами, это участковые врачи, педиатры, терапевты. Оказывается, она в поликлинике и в дневном стационаре. Кроме этого, специализированная медицинская помощь, которая оказывается в условиях стационара врачами-специалистами, и она осуществляется с помощью специальных методов диагностики, сложных методов диагностики и лечения. Это высокотехнологичная медицинская помощь, которая предоставляется врачами-специалистами с использованием сложных, уникальных, новых технологий и ресурсоемких технологий. Кроме этого, оказывается, палиативная медицинская помощь – это пациентам с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями в целях обезболивания и предоставления определенных видов медицинской помощи. Кроме того, скорая медицинская помощь, которая оказывается государственными учреждениями и при неотложных и экстренных ситуациях. Часто пациенты, обращаясь за помощью, скажем, в амбулаторию, в поликлинику и так далее, или же в стационар, они хотят знать, какие сроки оказания помощи. И хотелось бы до населения, что существуют разные формы, да, есть люди, которым нужно оказать помощь в неотложном порядке, в плановом и так далее. Так вот, вопрос, собственно, в следующем. Каковы сроки оказания этой самой помощи при различных формах заболевания? Программа государственных гарантий, она предусматривает различные сроки ожидания при трех формах оказания медицинской помощи. Формы бывают оказания медицинской помощи экстренная, неотложная и плановая. Экстренная медицинская помощь предусматривает оказание медицинской помощи при внезапно возникших острых состояниях или обострениях хронических состояний с угрозой жизни пациента. Она оказывается незамедлительно и бесплатно. Отсрочка от оказания этой медицинской помощи недопустима. И она осуществляется без взимания платы. Неотложная медицинская помощь оказывается при угрожающей жизнесостоянии, отсрочка от которой не повлияет на здоровье пациента. А отсрочка она... В течение двух часов. То есть пациент должен обратиться в медицинскую организацию, и в течение двух часов должна оказываться медицинская помощь. Это мы уже про неотложную говорили. Это при неотложной медицинской помощи. Плановая медицинская помощь, она само собой разумеется, что угрозы жизни пациента нет, и ее отсрочка на определенный срок, она не повлияет на состояние здоровья. Это хронические заболевания всевозможные, те, которые не требуют экстренной и неотложной медицинской помощи. А то есть форму помощи определить степень угрозы здоровья и жизни, естественно, должен доктор, который... Да, конечно, определенно. Значит, при плановой медицинской помощи определены тоже сроки ожидания помощи. При обращении пациента к участковому врачу педиатру-терапевту медицинская помощь должна быть оказана в течение 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Если есть направление к врачу специалисту, то помощь оказывается в течение 14 дней с момента обращения пациента в медицинскую организацию, При направлении на диагностические исследования, это лабораторные, эндоскопические, функциональные диагностические исследования, помощь должна быть оказана и услуга должна быть оказана в течение 14 дней. При направлении на компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, услуга должна быть оказана в течение 30 календарных дней с момента направления на эти исследования. Исключение составляют пациенты с онкологическими заболеваниями. Здесь срок ожидания 14 дней. При направлении на стационарное лечение срок ожидания специализированной медицинской помощи тоже определен. И это 30 календарных дней с момента обращения в медицинскую организацию. Для онкологических пациентов это 14 дней. Ну согласитесь, часто возникают еще такие ситуации, когда пациенты могут, не зная о том, какие сроки оказания помощи, могут просто так взять и обратиться. У вас возникают вообще в практике такие ситуации? Конечно, возникают такие ситуации, как мы называем обращения граждан. И в большинстве случаев эти обращения граждан, они заканчиваются разъяснением прав граждан на бесплатную или на платную медицинскую помощь. Ну, в принципе, мы сегодня с вами здесь для этого и собрались, для того, чтобы разъяснить это. Я вам очень благодарна, что вы мне позвали в студию. Вот тогда такой вопрос. За что граждане не должны платить? Не должны платить за ту медицинскую помощь, которая им гарантирована государством. Это медицинские услуги по полюсу обязательного медицинского страхования в рамках программы госгарантий, которую я рассказала, вот виды медицинской помощи. Это лекарственная медицинская помощь в стационарных условиях при экстренной и неотложной медицинской помощи, включающая предоставление лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Если препарат не входит в этот перечень, то назначение его осуществляется по назначению врача и врачебной комиссии. Есть такие понятия, как непереносимость лекарственных препаратов или по медицинским показаниям. Тогда тоже могут назначать это доктора. Кроме того, бесплатно оказывается, предоставляются лечебное питание, компоненты крови, медицинские изделия, тоже в рамках программы государственных гарантий. Очень частая ситуация, когда человеку по жизненным показаниям необходим тот или иной препарат, который не входит в перечень препаратов, которые должны оплачиваться государством. И в то же самое время у человека нет возможности приобрести, начинаются сборы в интернете и так далее и тому подобное. Если препарат не входит в перечень, то в таком случае, его же назначил врач, врач руководствовался показаниями к назначению этого препарата. То есть те препараты, которые входят в перечень, они не подходят этому пациенту. И это тоже бывает так. Или непереносимость каких-то препаратов, допустим, тогда назначают не из перечня и решает это врачебная комиссия. Выписывают рецепт и он должен быть обеспечен. Бесплатно будет обеспечен этот препарат. Вот мы сейчас поговорили о том, что гарантирует программа государственных гарантий. Извините за эту автологию. А чего она не гарантирует людям, у которых на руках полис? Да. Ну, граждане имеют, помимо того, что обратиться в рамках программы государственных гарантий, они еще имеют право на платную медицинскую помощь. Эта платная медицинская помощь оказывается в виде предоставления медицинских услуг и немедицинских услуг. Не медицинские услуги. Это сервисные услуги, бытовые услуги, транспортные услуги. Медицинские услуги могут оказываться в полном объеме при предоставлении стационарной медицинской помощи или в отдельных видах вмешательств или консультаций. Платные медицинские услуги оформляются с обязательным оформлением информированного добровольного согласия гражданина, то есть всего согласия, и при оформлении договора на платные медицинские услуги. Этот договор оформляется в двух экземплярах. Один выдается на руки пациенту, а второй остается в медицинской организации. В договоре четко должно быть прописано, в каком объеме оказывается платная медицинская услуга. А гражданин, обратившись в медицинскую организацию, может ознакомиться с видом и формой платных медицинских услуг в этой медицинской организации, либо на сайте медорганизации. Причем все услуги, цены на все услуги должны быть в рублях. Должна быть информация всех специалистов, которые оказывают эти платные медицинские услуги, с указанием их уровня профессионального образования. Должен быть график медицинской организации, график специалистов, которые предоставляют эти услуги. Кроме того, очень важно, когда пациент обращается в медицинскую организацию, он должен потребовать чек при оплате медицинской услуги, либо какой-то документ, который подтверждает оплату этой помощи. Иначе при каких-то претензиях уже будет трудно доказать, что ему эту услугу оказали. Платные медицинские услуги, они могут быть оказаны вне программы государственной гарантии, то есть то, что не входит в программу государственной гарантии. Значит, при обращении пациента в медицинскую организацию эти услуги могут ему оказаться за исключением, допустим, если пациент хочет изменить медицинскую организацию, это он имеет право один раз в год поменять медицинскую организацию. Плановая и экстренная медицинская помощь, мы уже говорили с вами, она тоже оказывается бесплатной, и платно ее оказать невозможно. Кроме того, бесплатно должны быть оказаны транспортные услуги в случае направления пациента, находящегося на стационарном лечении медицинской организации, в какую-то организацию для предоставления диагностических услуг. Что делать в той ситуации, если человеку необходимо разобраться в конкретном случае, и куда обращаться к гражданам, если они понимают, что что-то происходит не то? Где искать поддержку? Я вас благодарю за этот вопрос, потому что мы сейчас на самом деле занимаемся переломом сознания наших граждан, которые обращаются сразу к какие-то высокие инстанции. Обычно пишут письмо президенту. Да, и это не есть быстрое решение вопроса, потому что быстрее ситуация решается там, где была оказана медицинская помощь. Есть доктор, который оказывал медицинскую помощь. В первую очередь нужно обратиться к нему. Если не нашли ответы на свои вопросы, есть администрация этой медицинской организации, есть заведующий отделением, есть заместитель главного врача, который курирует вопросы непосредственно и по общению пациентов, и по разбору вот таких конфликтных ситуаций, и главный врач, который отвечает в принципе за всю организацию лечебного процесса медицинской организации. Не нашел наш пациент понимания, куда еще обращаться. Конечно же, к страховому представителю. Адрес страхового представителя. Телефон его указан на полисе обязательного медицинского страхования. Фонд обязательного медицинского страхования, который проводит контроль качества медицинской помощи. Далее. Министерство здравоохранения Республики Северной Осетии Алания. Есть телефон горячей линии, я вам его оставлю, можно обращаться по этому телефону. Телефон горячей линии Росздравнадзора. Пожалуйста, 5359-98. Это начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности. И в случае нарушения прав можно спокойно обращаться по этим телефонам. Большое спасибо. И сейчас мы нашим дорогим зрителям покажем сюжет, в котором еще раз объясним, на что же гражданин имеет право, имея на руках полис. Внимание на экран. Практически у всех граждан России есть полис обязательного медицинского страхования. Он дает вам право на получение бесплатной помощи в следующих сферах. Скорая медицинская помощь, поликлиническая помощь, льготное лекарственное обеспечение, вакцина-профилактика, стоматологическая и онкологическая медицинская помощь. Но, как показывает практика, многие граждане не осведомлены об этих опциях, что связано с неким информационным вакуумом вокруг этой социальной программы. Классический пример использования полиса – вызов скорой помощи и госпитализация в государственные больницы. Если у вас нет этой бумаги, то вам придется раскошелиться на 3,5 тысячи рублей. Хотя в других регионах страны эта цифра варьируется на отметке в 2 тысячи рублей. Но вернемся к полису. В системе медицинского страхования нашей республики ежегодно осуществляют деятельность несколько десятков медицинских, государственных и негосударственных форм и собственностей организаций. На 2019 год правительством утверждена территориальная программа обязательного медицинского страхования, в которой включены 78 медицинских организаций, и из них половина – это негосударственные формы собственности, в том числе и федеральные клиники, и ведомственные. Итак, на территории республики 78 учреждений работают с полисами ОМС, половина из которых негосударственные. В этот список входят и поликлиники, и медицинские центры, также больницы и стоматологии. Кстати, услуги дантиста – удовольствие не из дешевых, поэтому с полисом чаще приходят именно в стоматологию. В системе территориальной программы госгарантии существует, конечно, перечень услуг. Существует базовая федеральная программа, ниже которой не может ни один регион давать перечень. Если регион самодостаточный и финансово обеспечен, он может расширить этот перечень. Оказывается, конечно, помощь, я считаю, что это не вполне достаточная, поскольку не решает все проблемы пациента, который приходит. И поэтому он вынужден в некоторых моментах обращаться в платный кабинет. На территории республики работают две крупные медицинские страховые компании, где осуществляется процесс оформления и регистрации вашего полиса ОМС. Для оформления полиса требуется только паспорт и СНИЛС. Процедура быстрая и бесплатная. Получая медицинский полис, с вашей заработной платы будет вычитаться процент в фонд ОМС – около 5%. Полис мы выдаем обязательного медицинского страхования. Выдаем как бумажного образца, так и пластикового образца. Не имеют права получать полис ОМС военнослужащие. Мы им не выдаем полисы. Они не подлежат обязательному медицинскому страхованию. Страхование, как и медицина, активно развивается. За последнее время было внедрено несколько новшеств, которые призваны улучшить жизнь граждан, застрахованных по ОМС. Так, с недавнего времени в городских поликлиниках можно увидеть представителей страховых компаний, которые занимаются как маршрутизацией по самому зданию, так и консультацией по медицинским вопросам. На протяжении последних нескольких лет у нас в стране и в Северной Осетии тоже внедряется институт страховых представителей в системе обязательного медицинского страхования. Это позволяет обеспечить в комплексе услугу по сопровождению нашего застрахованного как на территории лечебного учреждения, так и в его повседневной жизни. Он может обратиться к страховому представителю по телефону, может оказать помощь в оформлении на него необходимых медицинских документов, в выдаче каких-то справок, либо в направлении на консультацию в какое-либо учебное заведение. Итак, медицинский полис – опция небесплатная. Ежемесячно из зарплаты граждан вычитается около 5%. То есть, если вы получаете 20 тысяч, то из этой суммы изымается около 1000 рублей. За год в страховую компанию будет перечислено 12 тысяч. Но многие граждане в течение года полисом не пользуются. Например, потому что медучреждение не может оказать ту или иную услугу. Получается, гражданин платит за полис, но не всегда может им воспользоваться. Это основная причина, почему россияне крайне скептически относятся к этой бумаге. Борис Колкутин, Константин Хитагуров, Мурат Гадиев. Для программы «Медикум». Все мы с вами хорошо знакомы с древней легендой о ящике Пандоры, когда из-за любопытства по земле разлетелись бедствия и болезни. Пускай это всего лишь миф, но хронические болезни с каждым днем захватывают все большее количество людей, молодеют ежегодно. И в число таких вот распространенных заболеваний входит и сахарный диабет. Ежедневно о нем все чаще и чаще говорят, но говорят не только о диабете, но и об осложнениях, которые он вызывает. Согласно данным Международной Федерации Диабета, в настоящее время в мире зарегистрировано около 422 миллионов человек, которые болеют сахарным диабетом. Каким осложнениям может привести сахарный диабет и как с ними бороться, мы поговорим с приглашенным экспертом, специалистом по диабетической стопе Ивановым Антоном Олеговичем. Добрый день, Антон Олегович. Здравствуйте. Антон Олегович, давайте для начала в двух словах, что же такое все-таки сахарный диабет и как он возникает? Сахарный диабет может быть двух типов. Да, когда он сразу, пациент ведется на инсулине, и есть второй тип, который возникает на фоне избыточного веса, то есть инсулинорезистентность. Он, как правило, вначале идет на таблетированной терапии. Но самое главное, не сам, как бы, да, страшный диабет, диагноз, да, Если он научится контролировать, то есть научится с ним правильно жить, поддерживать нормальный сахар, вот, проходить своевременную диагностику и делать профилактику, вот, то тогда такие грозные осложнения, как диабетическая стопа, хроническая почечная недостаточность, осложнение на сердце, то их можно избежать, как раз если контролировать. Очень пугают людей такие вещи, такие слова, как диабетическая стопа. В чем риск? Во-первых, при сахарном диабете прогрессирует атеросклероз, достаточно выраженно, вот, поэтому ишемические язвы... Атеросклероз, это, проще говоря, закупорка сосудов. Закупорка сосудов, да, и кровоток не поступает в нижние конечности, и, естественно, это, любой порез может привести к незаживающей трофической язве, что в дальнейшем приводит к гангрене. И я еще слышал, что чувствительность снижается при этом заболевании, поэтому мы их не сразу замечаем. Можно сказать, да, что процент вообще ишемических язв, на самом деле, при синдроме диабетической стопы, где-то отводится процентов 10-15. Вот, а в основном тут встречаются нейроэшемические и нейропатические язвы. Это когда снижается чувствительность из-за того, что высокий сахар в крови повреждает нервное окончание, вот, пациент теряет чувствительность и может получить ожог, травматизацию, мозоль обычную, вот, которая не замечена, никак не обрабатывается и просто инфицируется, и получается трофическая язва. Я думаю, все-таки, что люди боятся этого осложнения больше всего из-за того, что в советские годы очень часто приходилось ампутировать ногу вплоть до бедра. Сейчас есть, я слышал, консервативные методы лечения. Раньше в основном считали, что все диабетические язвы, там обязательно есть ишемия, то есть закупорка сосудов. Оказалось, что это всего небольшой процент пациентов, и их можно лечить консервативными методами лечения, которыми, как бы, ну, есть международный стандарт, и мы обязательно, конечно, и я придерживаюсь их при лечении данных пациентов. Вот, то есть на первом месте все равно остается разгрузка, если есть ишемия, то есть закупорка сосудов, то нужно ангиопластика решать этот вопрос обязательно. Вот, а потом, значит, я сказал, что на первом месте разгрузка, дальше ежедневная перевязка, то есть правильный уход за рану, применение новых современных перевязочных материалов. В том числе есть сейчас регенеративная медицина. К ней как раз можно отнести вот технологию регенерации тканей, это ударно-волновая терапия, которая непосредственно воздействуя на язвный дефект, запускает процессы регенерации, репарации в тканях и происходит рост новых микрососудов. За счет этого срок заживления язв сокращается. Но здесь надо иметь в виду, что это, я говорю про язвы, которые нейро-ишемические и нейропатические. То есть, конечно, если ишемия, то надо сначала бороться с закупоркой сосудов. Азамат, я предлагаю все-таки посмотреть вместе со зрителями сюжет о данной методике для того, чтобы получше разобраться в вопросе. Смотрим вместе. Можно ли избавиться от межпозвоночной грыжи, не ложась на операционный стол, забыть навсегда о хронической боли в суставах, перестать принимать обезболивающие препараты, а возможно ли залечить незаживающую рану или трофическую язву, срастить несрастающийся перелом без оперативного вмешательства. Большинство врачей скажет, что это невозможно. Однако специалисты по ударно-волновому лечению ответят на эти вопросы утвердительно. Хочу продемонстрировать вам два аппарата швейцарского производства, экспертного класса, которые сейчас самые лучшие вообще есть в мире представлены. Это прибор радиальной ударно-волновой терапии. Он в первую очередь применяется для лечения опорно-двигательного аппарата. Также в комбинации с другим прибором он используется для лечения диабетической полиноэропатии и в некоторых косметологических процедурах. Также имеется фокусированный ударно-волновой аппарат, который непосредственно применяется для лечения язвных дефектов, причем отмечу любых язвных дефектов. Благодаря методике ударно-волновой терапии можно вылечить или перевести в стадию стойкой ремиссии заболевания, которые сопровождаются разрушением тканей, нарушением местного кровообращения и воспалительными процессами хронического типа. Это направление все равно относится к регенеративной медицине, то есть выпускает процесс именно регенерации на клеточном уровне. Поэтому она именно лечит. Не то, что снимает какие-то симптомы, как мы выпили обезболивающие, там боль прошла, а именно может вылечить. Мы можем это сравнить с помощью инструментальных методов исследования, то есть, например, рентгеном РТ до лечения и спустя, когда уже пройдет полный курс терапии. Новый метод опробовано делить тысячами пациентов. Ударно-волновая медицина, современный подход в лечении различных сосудистых и ряда неврологических болезней, а также заболеваний опорно-двигательной системы. Пациент обратился с жалобами боли в спине, провели инструментальное исследование, сделали МРТ, то есть изменений особенно никаких нету, абсолютно травм не было. Начальные признаки остеохондроза. В данном случае наиболее простая патологика, которую мы можем вылечить, но после процедуры уже первой пациенту станет легче. Волны низкой частоты локально фокусируются на пораженном межпозвоночном диске. С помощью высокоэнергетических волн в поврежденных тканях удается минимизировать отек, снять воспаление и купировать болевой синдром. Но и это еще не все. УВТ способствует нормализации кровотока, тем самым улучшает питание и снабжение жидкостью межпозвоночного диска. Таким образом предотвращается преждевременное высыхание его структуры. Процедура проводится в среднем 10-15 минут и является практически безболезненной. Снимается боль, воспаление, нормализуется тонус мышц. И что самое главное, клетки начинают вырабатывать факторы роста, ответственные за регенерацию тканей и хрепарацию и рост новых микрососудов. То есть происходит омоложение и восстановление тканевых структур. Поэтому этот метод применяется для лечения опорно-двигательного аппарата, таких заболеваний, как протрузии диска, грыжи диска, остеохондроза, артроза, артриты. Также УВТ широко применяется в лечении диабетической стопы на разных стадиях. При данной методике акустические волны низкой частоты в первую очередь воздействуют на проблемные участки. Сейчас мы проведем процедуру с фокусированным ударным луновым аппаратом у пациента с язвенным дефектом. Здесь энеррия и шимическая форма диабетической стопы. Рана уже не заживает два года. В данном случае понадобится где-то 5-7 сеансов с интервалом в неделю, и язвенный дефект полностью уйдет. Процедура для данного пораженного участка длится около 10 минут. При сочетании УВТ и соблюдении всех рекомендаций доктора, разгрузке стопы и ежедневных перевязок, уже через 3 сеанса эффект от процедуры будет заметен. Действием ударной волны, во-первых, разрушается бактериальная пленка, за счет чего повышается чувствительность к антибиотикам, и даже некоторые язвные дефекты можно ввести без дополнительного назначения антибактериальной терапии. Также в ране начинают синтезироваться, вырабатываться клетками факторы роста ответственных за регенерацию тканей, их репарацию и рост новых микрососудов. За счет этого, естественно, язвный дефект сокращается. Ударно-волновая терапия является альтернативным методом лечения, заменяя необходимость проведения оперативного вмешательства, ведь лечение различных патологий проводится на современном оборудовании, что позволяет достигать невероятных результатов. Борис Колкутин, Александр Левченко, Азамат Галуаев, телекомпания «Осетия». Вот такой интересный сюжет мы посмотрели вместе с телезрителями. Антон Олегович, вы можете поподробнее рассказать, откуда началась история этого метода, когда он возник в России, в частности, в нашей республике? – Вообще история этого метода начинается в Швейцарии, он уже используется там больше 30 лет. У нас в России основоположник этого метода – это профессор Титов Виктор Вячеславович. Я непосредственно с ним работал 7 лет. У него одна клиника в Москве, одна в Швейцарии. Он продолжает работать и развивать. Собираются ежегодные конференции специалистов, то есть сейчас их достаточно много. Поэтому мы придерживаемся и работаем по его авторской методике, которая даже в каких-то моментах превосходит зарубежные методики. – Я думаю, что всегда пациентов больше всего волнует, насколько это безопасно, всегда всех пугает какая-то радиация излучения. На чем основан этот метод? То есть это как ультразвуковое воздействие? – Нет, это именно диапазон акустических волн звуковых. То есть это природа волн, которая возникает, например, при взрыве, землетрясении. То есть это достаточно разрушительная волна, просто подобран такой медицинский безопасный диапазон. И вот непосредственно энергетический поток проникает в ткани. – Какие-то противопоказания есть? – Сейчас расскажу, да. Проникает в ткани и запускает эти все процессы, о которых мы говорили. Также он активно применяется для лечения сейчас в урологии. Это и эректильная дисфункция, и хронический простатит. В косметологии это целлюлит, растяжки, подтяжка контур лица, омоложение. – А главный вопрос – это больно? – То есть здесь самое главное – пациенту подобрать комфортный режим. То есть это обязательно, ну, как бы контакт с пациентом. И у каждого болевой порог разный, поэтому подбираем, чтобы пациент смог комфортно себя чувствовать во время сеанса. – Какие противопоказания к пройдению? – Основные противопоказания – это, значит, остроинфекционный процесс, кардиостимулятор, вот, и, как бы, беременность, кормление грудью. Мы можем работать и работаем с детьми от нуля, то есть, в принципе, ДЦП, неврология. Единственное, не затрагиваем зоны роста костей. – То есть эффект наблюдается и при ДЦП, правильно? – И при ДЦП, да. Естественно, мы их не вылечим, да, но мы можем повысить их некачество жизни, да, то есть снимем спастику, вот, улучшим состояние и движение в суставах, в конечностях. – И такой вопрос, естественно, назрел. А куда обратиться пациенту, скажем, чтобы к вам попасть на прием? – Это клиника МЕГА МРТ, то есть проспект Далатера, дом 22. – То есть человек просто должен прийти, пообщаться с доктором, записаться? – Можно по званию к телефону, или непосредственно прийти, записаться в регистратуре. Можно также записаться онлайн. – Большое спасибо. – Спасибо большое вам. – Вам спасибо. – Что, кроме ровного загара и аккуратно выщипанных бровей, делает мужчину настоящим мужчиной? – Это вопрос сейчас мне такой. – Нет, ну если серьезно, вот тебя смущают усы у девушек, а кого-то смущают. И поэтому издревле девушки массой способов пытались избавиться от этого наследия предков-приматов. – Я думаю, все известные физики прошлых лет бы вздрогнули от того, если бы узнали, как люди сегодня используют эти технологии. О лазерной и электроэпиляции поговорим в нашем сюжете. В конце 90-х американские ученые разработали новые способы удаления волос – электро- и лазерную эпиляцию. Сегодня эти виды эпиляций очень популярны не только в России, но и у нас в республике. Правда, некоторые настроены скептически, мол, эти процедуры не так безвредны. Разберемся подробнее. Лазер – это световая энергия. При больших мощностях она обладает разрушительным потенциалом. Но в дозированной форме, по словам специалистов, лазер может приносить пользу, например, разрушать волос. Итак, волос условно разделяют на две части – стержень, который находится над кожей, и корень, находящийся под кожей. Он состоит из разных слоев и элементов, в том числе и пигмента меланина. При лазерной эпиляции луч реагирует именно на меланин. По волосу идет эта энергия, достигает корня, и корень перегревается, и перегревает вместе с собой вот эти клетки. Эти клетки отмирают, и в этом месте этот фолликул больше никогда не производит волос. Большинство специалистов уверяют, что лазерная эпиляция безвредна, так как ее лучи избирательно действуют на меланин волоса и фолликулами, но и близлежащие ткани. При электроэпиляции на волос также воздействуют, но уже электрическим током. Принцип метода заключается в том, что электрический ток по электроду поступает в корень волоса, и термическим воздействием мы убиваем луковичку. Врачи предупреждают, что есть противопоказания, и их непременно надо учитывать. Беременность, онкологические заболевания, сахарный диабет первого типа, то есть инсулинозависимый, и какие-то нарушения целостности кожных покровов, или, допустим, какие-то герпетические высыпания на коже. К относительным противопоказаниям относятся лактация, то есть кормление грудью, гормональные какие-то изменения, варикозное расширение вен, сахарный диабет второго типа. Также к относительным противопоказаниям является загар. Необходимо точно знать, что у вас нет болезни в анамнезе, а также нет воспалительных процессов на данный момент. Так что перед походом к косметологу необходимо посетить врача. Очень осторожно нужно проводить процедуры. Это подмышечные впадины, это зона бикини, потому что скопление лимфоузлов там очень большое. И не все женщины, в основном женщины делают эпиляцию, они не делают профилактику, они не проходят профосмотры, они не знают, что в груди, какие лимфоузлы увеличены, какие на коже элементы, которые можно трогать, травмировать, которые нужно защищать. Девочки сейчас повально увлекаются солнцем, и после того, как позагорали, они приходят на эпиляцию. Этого тоже делать нельзя, потому что могут быть ожоги. Особое внимание стоит уделить родинкам или другим образованиям на коже, особенно если их много. Необходимо наблюдать их в динамике, имеют ли они тенденцию к росту или видоизменению. Если появляются новые элементы, особенно пигментированные, нужно всегда обращаться к специалисту просто для того, чтобы он вам ответил на вопрос, можно ли вам делать в данном случае эпиляцию, неважно какую, электроэпиляцию, фотоэпиляцию, лазерную эпиляцию, это в любом случае вмешательство. Какое бы рьяное желание избавиться от ненужных волос вами не двигало, помните. Важно в первую очередь учитывать особенности вашего организма, проходить ежегодные осмотры и консультации дерматологам. Давид, а знаешь ли ты действенный способ поделиться со всеми хорошим настроением? Ну, помимо твоих шуточек. Ну, хорошо, из законных, может быть, поулыбнуться кому-то? Действительно, улыбка иногда может очень сильно повысить настроение того человека, которого ты видишь напротив. Например, во время тяжелого трудового дня разве так сложно улыбнуться коллеге и повысить ему настроение? Ну, главное, чтобы улыбка была эстетичной и здоровой. И вот 9 февраля, кстати, отмечается Международный день стоматологов, врачей, благодаря которым мы и можем без стеснения улыбаться во все свои 32 зуба. Да, действительно, именно стоматологи – те врачи, которые дарят нам уверенность и дарят нам здоровую и красивую улыбку. Об одном из таких незаменимых специалистов в нашей рубрике «Земский доктор». Путь становления стоматолога Наджати Туганова можно сравнить с жизнью Одиссея, Пьера Гюнта и Нарта Сослана. Его семья переехала из Сирии в Осетию в 92-м. Затем будущий врач поступил в Кубанский государственный медицинский университет. А после учебы отправился в заграничное путешествие. Я уехал в Варшаву. Я там поработал около двух лет. А после этого поехал в Англию на стажировку на полтора года. А после этого и в Сирию поехал, поработал в госпиталь два года. А потом сюда. Возвращение на историческую родину произошло в 2008-м. Здесь он продолжил свою деятельность. Работал и в амбулатории, и в частных клиниках. Через его руки прошли многие. Правда, наш герой не любит этим хвастаться. Менталитет не позволяет. Рабочее место Наджати не ассоциируется с кабинетом среднестатистического дентиста. На стенах вместо привычных грамот и сертификатов висят фамильные танги, мини-копии восточных ковров и акварельные картины, как напоминание о Сирии. Все дипломы и награды доктор Наджати хранит дома. Но чтобы получить их, приходится уезжать за пределы Осетии. Здесь у нас мало бывает семинарий, мало бывает лекций. Новая информация чуть-чуть позднее до нас приходит. Поэтому в основном врачи выезжают в Москве, в Питере, за границу. В обществе принято бояться стоматологов, но для этого в Наджати есть свой прием. Черный юмор. Больно будет? Я говорю, ну да. И такая предельная откровенность, наоборот, заинтересовывает пациентов. Многие часто задаются вопросом, откуда в Осетии такой медик? Ведь доктор Туганов – человек не слово, а дело. Все мне задают вопрос, еврей или дагестанец, или азербайджанец. И как вы его объясняете? Они как-то меняют свое отношение от этого к вам? Да нет, нет. Потому они приходят целонаправленно сюда. Больше обычно сюда приходят пациенты, потому наслышано, что там хороший, добрый врач. Любовь между пациентами и Наджати – явление взаимное. Всегда вежливый и обходительный, для многих он стал семейным доктором. А кто-то доверяет ему свою эмаль уже 10 лет. Ирине Беловой он помог справиться с проблемой, которую в нашем городе никто не смог излечить. Я сразу поняла, что этого человека невозможно не обожать. Он очень общительный, он очень приятный в разговоре. Он великолепно работает, когда, так сказать, ты у него в качестве пациента. И вообще он интересуется не только твоей, так сказать, болезнью, с тем, что ты пришел, но и очень много интересуется вообще о семье, о родных. Когда я шла к Наджати, я была уверена, что я останусь без зубов для начала. Как бы я сама настаивала, в принципе, чтобы половину мне их и вырвали. Ну, это было полгода назад. На сегодняшний день все зубы у меня на месте. Как бы то, что я думала, что вообще невозможно сохранить или восстановить. Все сохранилось и все восстановилось. По специализации Наджати Туганов – стоматолог-хирург. По его мнению, в этом непростом ремесле нужна слаженная работа сначала головы и только потом сердца. Попадая на прием к врачу, пациенты этой клиники сперва заполняют анкету о своих болезнях. Но делается это не из праздного любопытства. Для меня это важно, что знать, как обезболивать пациента, какой материал обезболивать его. Сахарный диабет есть, сахарного диабета нет или другие болезни. Это, конечно, важно. Но для меня это не важно, потому что у нас стерилизация идет одинаковая, что человек, у него есть зараза или нет, одинаковая. Поэтому я об этом не переживаю. Я переживаю о здоровье пациента. Стерилизация – одна из важнейших составных стоматологий. Но и само оборудование, материалы, а также их качество играют не последнюю роль. Оборудование у меня – бразильское оборудование. И материал я пользуюсь. Американский, японский и корейский материал. Ну, в России чуть-чуть еще недавно они начали это делать. И поэтому, если я не уверен, я стараюсь – нет. Я пользуюсь такой материал, который пользуюсь уже около 10 лет. В Осетии бесплатная стоматология – практический анахронизм. Как утверждает Наджати, оказание платных стоматологических услуг сейчас на уровень выше, чем в государственных клиниках. Связано это прежде всего с финансовым фактором. Главврач в частной. Он всегда старается покупать лучшие оборудования, старается выбрать лучшие специалисты. А хорошие специалисты уже убегают от государственной работы. Потому зарплата мало в государственной. Побывав в разных точках мира, доктору Туганову есть чем сравнить остинскую медицину. По его мнению, разница ощущается по многим показателям. В Европе люди лучше относятся к врачам. Здесь как-то не особо хорошо. Там более современный, более дешевле материал, а здесь как-то тяжело. Там врачи, они в основном думают о деньги, услуги указывают и думают о деньги. А здесь, как сказать, в Осетии почти все родственники и как-то чуть-чуть другое отношение. Отбелить зубы, поставить пломбу или удалить нерв. В Алеппо, Лондоне, Варшаве и Владикавказе за такими услугами ежедневно приходят десятки тысяч человек. Но только в руках настоящего стоматолога одни и те же инструменты способны творить чудеса. Инна Макива, Сергей Гоглоев, Сергей Деликаев, Мурат Гадиев для программы «Медикум». Прислушивайтесь к своему организму и всегда вовремя обращайтесь к доктору. Помните о возможностях бесплатной медицины. Ну и будьте здоровы с программой «Медикум». А на них жут. Редактор субтитров А.Семкин